Всем привет! Думаю, что вы слышали, что Эмма Стоун получила Оскар за свою лучшую роль в фильме «Бедный и несчастный». Сегодня я бы хотела с вами его обсудить. При просмотре этого фильма люди делятся на два лагеря. Те, которые говорят, что это шедевр, и те, которые говорят, что это самый странный фильм, который они когда-либо видели. Я соглашусь, что фильм немножко странный, и он необычный. И я бы хотела сделать такую фильмотерапию и разобрать этот фильм. Так как в неё пересадили мозг младенца, то всё её совершенствование показали от самого детства до взросления. И это всё можно переложить на чакры. Например, сначала у неё развивается чакра Молдхара, которая отвечает за такой, скажем, животный инстинкт. Мы видим, что у неё абсолютно нет никакой эмпатии, можно сказать. Мы можем видеть, как она просто берёт и ножом режет голову какого-то там пациента, мне кажется, мёртвого. Она вообще как бы не задумывается ни о чём, просто ей весело, и она делает всё, что хочет. Это очень похоже на вот именно стадию младенца. Дальше мы видим, как начинает работать чакра Сватхистана. У неё начинаются эксперименты со своим телом, то есть она познаёт своё тело. Начинает искать удовольствие в этой жизни через еду, через других людей. Дальше идёт чакра Манипура, когда у неё начинает проявляться своя воля, когда она сказала, что ей нужно исследовать мир, и она хочет поехать в какую-то другую страну, по-моему. И она уходит из своего дома и говорит, что нет, я вот так решила, значит, так и будет. И вообще на протяжении всего фильма у неё очень сильная воля в том смысле, что если она решила, то она сразу говорит, что ты не сможешь меня остановить. То есть неважно, какие уговоры вы говорите, я буду делать так, как я хочу, и в этом переявляется её воля. Дальше идёт сердечная чакра Анахата, и мы видим, как у неё проявляется сострадание, когда она видит бедных людей, она хочет помочь им деньгами. Но из-за коррупции деньги туда и не попадают. Мы видим с вами, как лестница, она как бы разрушена между богатыми и бедными. Эта лестница, она разрушена только, то есть нельзя спуститься и помочь бедным. Это как отсылка к реалиям жизни, знаете. И когда она даёт деньги работникам, которые там работают, они, конечно же, не дали им нищим, а сами как бы взяли себе. Может быть, это тоже тонкий намёк. Давайте ещё поговорим о её напарнике Дункане. Мы видим с вами, что он был бабником, особо никому никаких реальных чувств не чувствовал, просто использовал женщину. А потом появляется она, которая всё делает по своей воле. И когда человек очень самоуверенный и знает, чего хочет, и просто делает это, и очень прямолинейный, это очень привлекает. Он влюбляется в главную героиню, и это уже перерастает в некую зависимость, в какую-то нездоровую историю, когда он прям волосы на себе выдёргивает. Я хочу быть с тобой, но также мы можем видеть, что это не настоящая любовь, а просто желание обладать этим человеком. То есть он просто хотел ею обладать, и из-за этого он чуть ли не помер от ревности. Потому что она ему прямо говорила, что вот, я проститутка, и у меня есть много связей с другими мужчинами, и так далее, и так далее. И он тогда чуть ли не помер. Увидев это, она сказала, мы друг другу не подходим, и как я раньше этого не замечала, потому что я такая, какая есть, а я женщина, которая экспериментирует. И если тебе это не нравится, то мы друг другу не подходим. И она сразу это сказала, потому что наш настоящий партнёр, он будет принимать нас такими, какими есть, и он не будет пытаться как-то ограничить свободу воли другого человека. Дальше у нас есть такая чакра Ашна, которая отвечает за разум, и мы видим, что она начинает читать книги, начинает говорить какие-то заумные слова, которые Дунка не понимает. И он даже сказал, ты не знаешь обычных слов, но знаешь слово эмпирически. Короче, ему не нравится то, что она стала очень сильно развиваться, она начала читать книги, а он, наоборот, спился. То есть он пошёл в деградацию, а она в... ну, она хотя бы интеллектуально развивалась. Дальше после того, как она узнала, что её бывший муж тоже тиран, она поняла, что самый верный для неё партнёр — это, по-моему, ассистент Господа. Когда они прогуливались, он сказал такую фразу, что «это твоё тело, и ты можешь делать с ним всё, что хочешь. Я люблю тебя без всяких условий». Она поняла, что этот человек ей реально подходит, потому как он даёт ей абсолютную свободу воли, он её любит, и у него нет вот этих западов ревности, как у Дункана. Потому что Дункан был очень ревнивый, а это очень токсично, потому что это неуверенность в себе и желание, чтобы твой партнёр плясал под твою дудочку. И на самом деле он даже, мне кажется, не любил Эмму, он просто хотел, чтобы она постоянно была рядом с ним. В общем, она поняла, чем хочет заниматься, она хочет пойти по стопам Господа, быть доктором, и она в конечном счёте осталась с тем ассистентом. Также мы можем с вами по их отношениям с Господом посмотреть, что Господ, у него появились к главной героине какие-то отцовские чувства, которых он раньше всё время... Это как, знаете, человек, который полностью логика и ум, и у него начинает проявляться сердце. То есть этот человек выше всех моральных устоев ставил свои научные эксперименты, то есть ему было пофиг там пересадить мозг этому, пересадить мозг тому, пересадить... У него есть синдром Бога. Что значит синдром Бога? Синдром Бога — это значит, что он реально думает, что он имеет право взять, пересадить мозг ребёнка к человеку без его согласия, чтобы просто посмотреть на свои результаты экспериментов. Ну, мы понимаем, что это неэтично и не морально, но он всё равно это делает, потому что для него выше всего вообще была наука, в чём и есть вот этот перекос. Но когда появилась она в его жизни, то он начал испытывать вот эти вот отцовские чувства. И этот синдром Бога передался самой главной героине, потому что она тоже решила своему бывшему мужу пересадить мозг телёнка в его голову, что тоже не является моральным или этичным. Знаете, что притягивает в этой героине? Это именно то, что она точно знает, чего хочет, и она это делает, и она... Она поладжарик, то есть она не чувствует, что ей нужно извиняться за то, чего она хочет. То есть мужчины пытались её как-то заполучить, её контролировать, но у них не получалось, потому что она очень прямолинейна. И может быть то, что у неё разум ребёнка, в этом ей помог, потому что, как мы видим, она вообще покончила жизнь самоубийством. То есть мы видим, что она не была настолько вот свободолюбивой и прямолинейной, когда была самой героиней Виктории, по-моему. Но из-за того, что вот эта детская непосредственность и прямолинейность, потому что мы все знаем, что дети, они очень прямолинейны. Они вот что хотят, то и делают, то есть их нельзя заставить делать то, что они не хотят, потому что они дети, и у них нет вот этих всех предрассудков, шаблонов, стыда, в них ещё нет вины. То есть что хорошо в том, чтобы быть как ребёнок, это именно в этой непосредственности, то есть захотел, сделал. Он просто как ребёнок, она исследует мир, потому что ребёнок не делит вещи на плохие и хорошие, как и она. Она не делит вещи на плохие и хорошие. Даже когда она осталась бедной, она сказала, ну, это как опыт. Она не говорила, что опыт бедности — это плохо, а это просто интересный опыт, который нужно пережить и посмотреть, как ты сможешь с этим справиться. То есть она смотрит на это под другим углом, нежели взрослые, потому что дети, они не знают, что такое плохо и хорошо, и из-за этого они просто всё исследуют, и им всё интересно, и у них нет вот этих вот убеждений в голове, которые мешают взрослому человеку. И из-за этого это даже очень привлекательно, потому что именно уверенность, какое-то детское любопытство, оно очень привлекает в людях, потому что когда мы взрослеем, мы начинаем очень много стыдиться. А вот именно ребёнок, он сохранил в себе эту невинность и сохранил в себе эту искру, эту жажду познавать мир. Мы видим, что главная героиня, она жаждет познать этот мир, она жаждет увидеть мир. А вот такие мужчины, как Дункан, они, наоборот, хотят их запереть в клетку какую-то, чтобы она всегда сидела с ним. Но также у этой ребячести, у этой детской стороны есть минус в том, что у неё нет вот этих границ, где приемлемо, а где неприемлемо. То есть она может нагрубить человеку просто из-за незнания какого-то там этикета. То есть это и хорошо с одной стороны, но и плохо с той стороны, что она может что-то очень неуместное сказать при других людях, что часто было в фильме, как мы видим. Но, конечно же, сам персонаж, самого персонажа играть не каждый сможет, потому что там её тело, то, как она двигалась, то, как она разговаривала, то, как она реагировала, конечно, это всё требует очень хорошего актёрского таланта. И, в принципе, Эмма Стоун, она очень талантливая актриса, я обожаю её. И, в принципе, Оскар получен заслуженно, потому что хоть и фильм шокирует, но он интересный. Одна интересная деталь в том, что в начале фильм «Чёрно-белый» — это как показываются воспоминания самой главной героини. А вот те, которые воспоминания не её, которые она не помнит, они цветные, потому что это не её воспоминания, а чёрно-белые воспоминания, потому что раньше фотографии были именно чёрно-белыми, то есть мы их ассоциируем с каким-то очень прошлым, детством, потому что сейчас уже нет вот этих чёрно-белых фотографий. Может быть, это вот отсылка к этому. В принципе, я бы поставила фильму на 7 из 10. Думаю, что если вас заинтриговало, вы посмотрите. Также этот фильм получил Оскар за лучший костюмный дизайн. Там реально такие вот нетипичные костюмы, то есть у этого фильма есть определённый стиль. И после каждого какого-то там эпизода или части там есть какая-то очень живописная картинка, которая очень футуристическая, очень необычная. Мне это очень нравится, потому что это вот прям как произведение искусства, знаете. Непонятные, и это очень цепляет. И ещё вот эта вот роль цвета в этом фильме очень важна, потому что когда она была в Лиссабоне, например, там всё было очень ярко, она познавала все краски этой жизни, она кушала вот эти вот вкусные пирожочки, в общем, кайфовала. И вот за вот это такое удовольствие отвечает вторая чакра из Фатхистана, и тогда она вот всё это пробовала. Потом иногда небо затянулось каким-то тёмным серо-синим цветом, и это тоже значило вот это настроение именно той сцены. И как раз когда она находит партнёра, который любит её безусловно, вот эта безусловная любовь и также предназначение, которое она нашла, то есть вот это вот связанное с докторством, то это, можно сказать, раскрывается её чакра Сахасрара, и мы можем сказать, что вот так вот все её чакры раскрылись за время всего фильма. Спасибо за внимание, всем пока!